Я приглашаю Татьяну Владимировну, она расскажет глазами генетика на наше взаимодействие, на те сложности, которые есть. Уважаемые коллеги, мне очень приятно здесь присутствовать и, конечно, мне очень повезло в моей работе, в том, что я могу опираться на экспертное мнение таких патологоанатомов, как Юлия Юрьевна Андреева и вся кафедра Георгия Авраамовича Франко. И только они помогают нам отбирать те блоки, которые нужны для генетического исследования. Вот смело могу сказать, что генетики, онкогенетики без патолгов ничто. Мы получаем кучу ложно-отрицательных результатов, если у нас нет в этапе работы патологоанатомов. Это крайне важно, это то, с чего мы должны начинать наше исследование. Оценить количество опухолевых клеток. И только потом, если все нормально, двигаться дальше. Ну, давайте двигаемся дальше. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему анализ дефицита гомологичной рекомбинации HRD. HRD – это дефицит гомологичной рекомбинации, как вы уже поняли. И он является предиктивным маркером для ингибиторов ПАРП. Вот здесь представлены клинические испытания, в ряде которых было убедительно доказано, что HRD-статус – это хороший предиктивный маркер. Это было показано для таких ингибиторов, как неропариб, алопариб, вилипариб, прокопариб. И с использованием различных тестов измерения HRD. Опять же, в ряде всех этих клинических испытаний было показано, что самым лучшим предиктором к ПАРП является чувствительность к платине. Но, к сожалению, так получается, что иногда у врача не бывает времени вообще увидеть, убедиться, получить этот ответ к платине. И что делать в таких случаях? В таких случаях HRD-статус тоже является хорошим предиктивным маркером. И он понятие комплексное. То есть он в своем составе имеет как герминальные соматические мутации Берсиа, так и геномную стабильность. Позвольте, я начну с основных аббревиатур, чтобы дальше было проще воспринимать. HRR – это Homologous Recombination Repair или, собственно, есть механизм гомологичной рекомбинации. HRR-гены – это те гены, которые кодируют белки, участвующие в механизме гомологичной рекомбинации. Основным из этих, самым известным из этих HRR-генов является ген Берсиа 1 и 2. И HRD – это Homologous Recombination Deficiency – это дефицит системы гомологичной рекомбинации. Это функциональное состояние в клетке. Это такое динамичное, активное состояние, которое мы не можем увидеть и зафиксировать во времени. И поэтому с детекцией дефицита гомологичной рекомбинации есть определенные нюансы. И вот я хотела бы рассказать вам принцип тестирования, как ни странно, например, явление цунами. Цунами – это большая волна, которая возникает в океане в результате землетрясения на морском дне и которая приводит к разрушительным последствиям на берегу. Цунами – мы проще всего, ну, то есть не проще всего, а очевиднее всего измерить цунами в тот момент, когда эта волна, которая была невысокая, но в момент подхода к берегу она становится максимально высокой. И вот именно в этот момент определить цунами достаточно просто. Но просто по объективным причинам этого никто не делает. Вот точно так же с дефицитом системы гомологичной рекомбинации. В принципе, есть функциональные тесты, которые могут детектировать, например, РАД-51 в ядре. Но это должно быть определенное состояние клетки, то есть это должен быть миоз, это должно быть определенное сочетание факторов, и это не может быть парафиновым блоком. То есть, грубо говоря, в клинических реалиях функциональный тест HRD пока применить невозможно. Как еще мы можем измерить цунами? По возможным причинам, то есть по подземным толчкам, которые происходят, землетрясения, которые эти волны могут вызывать. Вот 9-10-балльное землетрясение однозначно вызовет цунами. А вот 5-6-балльное землетрясение, тут уже вопрос, вызовет оно или не вызовет. Вот точно так же и с мутациями в генах гомологичной рекомбинации. Если у нас мутация в генах Берси-1, Берси-2, это однозначно дефицит системы гомологичной рекомбинации. А если у нас мутация в других генах, и далее я буду говорить об этом, таких как ЭТМ, ПАЛЬП и так далее, тут уже все не так красиво и не так все коррелирует. И тут надо быть очень внимательным. И такой прямой взаимосвязи между наличием мутации в других генах гомологичной рекомбинации и наличием HRD в литературе описано мало. Как еще мы можем понять, что факт цунами состоялся? По характерным последствиям на берегу. То есть что мы видим в результате? Это обломки деревьев, обломки домов, останки морских животных. Все находится не там, не на своих местах. И вот примерно та же картина происходит и с геномом. Это потери генетического материала, это его удвоение, утроение, это перенос генетического материала с одного места на другое. Назовем это общим словом геномная нестабильность. И таким образом у нас есть два подхода к определению дефицита гомологичной рекомбинации. Ни один из них не является прямым. Это оба косвенных метода. Первое – это определение возможных причин, то есть это мутации в генах гомологичной рекомбинации. И второе – это определение геномной нестабильности, которое является последствием дефицита гомологичной рекомбинации. Первый подход успешно реализован в исследовании Профаунд на метастатическом конституционном резистентном раке предстательной железы. А второй подход успешно был продемонстрирован во многих исследованиях Топаула-1, Прима, Велия, Ариэли, Квадра на террозном раке яичников. Что же это такое геномная нестабильность, как ее оценить? Считается, что система репарации, гомологичная рекомбинация приводит к определенным ошибкам. И эти ошибки оставляют в геноме свой след, назовем это рубцами. И вот количество таких рубцов будет пропорционально количеству ошибок системы гомологичной рекомбинации. Что же такое эти рубцы? Но я не буду в данную аудиторию углубляться в подробности. Это определенные параметры. Например, это ТАИ – деломерикалельный баланс, ЛСТ – лач-скейл транзишн и ЛОХ – потери гетерозиготности. С помощью которых при наличии этих признаков мы подсчитываем определенный балл. То есть для каждого теста будет свой определенный порог по баллам. Если этот порог превышен, то говорится, что геномная нестабильность есть. Если порог не достигнут, то геномной нестабильности нет. У каждого теста, который используется для определения HRD, свои рубцы. Ну вот, например, для теста Мириад – это сумма всех трех таких типов рубцов. А для теста Foundation One – это учитывается только ЛОХи. Значит, сейчас на настоящий момент существует несколько диагностик для геномной нестабильности. Но в ФДА одобрены только два. Это Мириад – MyChoice и Foundation – FMI. Помимо этого, есть еще ряд тестов. Например, мы в нашей лаборатории пользуемся тестом ОМОИ. Я его подробно здесь описала. Но вот последние данные с ЭСМО говорят о том, что сейчас эти диагностики множатся уже как грибы. Это также и ЦТСНП, и Анкоскан, и Анкомайн. Сейчас многие генетические заводы, если можно так сказать, занимаются разработкой этого перспективного и уже очень востребованного теста. Конечно, минусом Мириады и Foundation является их цена. Для Мириады это около 600 тысяч рублей, для Foundation это около 300 тысяч рублей. И пациент практически невозможно ему самому. Есть, конечно, единичные пациенты, которые готовы платить, но таких мало. И в данном случае, конечно, разработка тестов внутри страны, внутри определенного города необходима. Но это, конечно, еще и большой риск, потому что эта технология непростая, и делать ее абы как и на чем попало, конечно, нельзя. Ну вот, например, если сравнивать характеристики Мириад, Май Чойс и Foundation One, то мы видим, что Мириад Май Чойс мерит три таких генетических рубца, лох, тай и лст, а Foundation One мерит только лох. Вот, получается, слева синим цветом это исследования, которые были получены на рак яичника в исследовании Прима. И мы видим, что здесь пороговый балл был 42 балла, и частота положительных опухолей по HRD составила 51%. В исследовании Ариэль пороговый уровень был 16 баллов, но понятно, почему, потому что это уже другие рубцы, грубо говоря, исследовались. И здесь количество HRD положительных образцов было около 60. Но надо сказать, что это связано не только с различием в тестах, но и с тем, что в Ариэле принимали участие пациенты с платинорезистентным раком яичников. То есть там частота должна была быть ожидаемо больше. Но, к сожалению, нет прямых исследований между Foundation One и Мириадом, и это вообще проблема. У нас никогда большие фармы не вступают друг с другом в прямое сравнение. То есть там не было и никогда не будет прямых сравнений между препаратами и между тестами, которые эти предиктивные маркеры к препаратам делают. Если говорить об HRD-тесте, который делает Мириад и который применялся в исследовании Паола, то что он в себя включает? Это анализ мутации Берси и анализ геномной нестабильности. Если мы видим, что есть положительная геномная нестабильность, то это HRD-положительный тест. Если мы видим, что обнаружена мутация в Берси, то это HRD-положительный тест. Если мы видим и в Берси мутацию, и геномную нестабильность, это тоже HRD-положительный тест. Если мы не видим ни того, ни другого, то это HRD-отрицательный статус. Причинами HRD могут быть несколько явлений Но прежде всего это доказано убедительно Это мутация в генах BRC1 и BRC2 Насчет мутации в других генах HRR, таких как RAD51, BRIP, PALP, NBN, ATM, CHEC и CDK12 Данные противоречивы Есть статьи, которые говорят о том, что есть корреляция между этими мутациями И дефицитом гомологической рекомбинации Есть статьи, которые не выявили такой корреляции Ну и есть еще третья причина дефицита гомологической рекомбинации Это метилирование генов BRC1, которые также приводят к снижению экспрессии BRC1 И соответственно к их дефициту Вот одна из таких немногих статей, которая вышла в 2020 году И которая проследила зависимость HRRD статуса от наличия герминальных мутаций в генах BRC1 и BRC2 И вы видите, что достоверная корреляция действительно есть Между наличием герминальных мутаций с HRRD И чуть меньше, но тоже достоверная и однозначная Между наличием соматических мутаций в генах BRC1 и HRRD Вот они посмотрели, как HRRD статус зависит от наличия мутаций в других генах И не увидели ее для генов АТМ, АТР и ряда генов семейства Фанка А также для генопальп Они нашли только положительную корреляцию между гомозиготными делециями в гене ПТН И гомозиготными делециями в гене ЧК1 Вот подчеркиваю, что они должны быть именно гомозиготными Поскольку если они будут гетерозиготными мутациями То корреляции там не будет точно Также они увидели, что HRD статус также зависит и от метилирования Вот здесь продемонстрирован график достоверно и убедительно Между метилированием генов BRC1 и метилированием генов RAD51С Мы видим, что у HRD статуса есть две причины Генетическая, то есть наличие мутации И эпигенетическая, то есть наличие метилирования И если посмотреть на выживаемость таких пациентов То благоприятным предиктивным маркером является только генетический HRD статус А вот эпигенетический HRD статус, он имеет ту же выживаемость Что и пациенты, не имеющие HRD статуса в принципе Поэтому важно, конечно, не просто определять HRD статус А еще и желательно понимать, чем он обусловлен То есть вы можете его обнаружить и поставить Но такие пациенты, к сожалению, не будут отвечать Точнее они ответят, но кратковременно Метилирование в результате лечения исчезнет И пациент будет просто HRD отрицательным Таким образом, у HRD, конечно, есть свои ограничения Во-первых, нет стандартного метода определения Мириад, Фоундейшн, Амой, Анкомайн, Сетоспин, Сетоскан И пока не будет одного стандартного метода Либо хотя бы прямых сравнений между этими методами Мы не можем точно утверждать, что в данном случае HRD правильно определен Нет популяционных данных Почему это важно? Потому что мы все знаем, что для каждой популяции Характерен свой профиль и своя частота мутаций в генах берсей А берсей вносит значительный вклад в HRD статус Соответственно, например, мы знаем, что в Российской Федерации Количество мутаций генах берсей при раке яичника 35% В Европе это 20% То есть мы уже можем предполагать, что у нас в стране на 15% как минимум Будет больше пациентов, чем в исследовании ПАОЛО с HRD положительным статусом Также HRD это геномная нестабильность, которая не отражает состояние гомологичной рекомбинации в режиме реального времени Так как функция гомологичной рекомбинации постоянно меняет Она динамичная и меняется в процессе опухоли В процессе эволюции опухоли и тем более в процессе лечения Поэтому мы не можем утверждать, что эти геномные рубцы, которые были получены когда-то Отражают сейчас реальную картину с дефицитом гомологичной рекомбинации Ну и, конечно, одним из минусов является то, что он не определяет вторичных мутаций генерезистентности Которые уже описаны для ингибиторов ПАРП И не определяет и других вариантов вторичной резистентности Но, как бы то ни было, вот этот большой список клинических исследований говорит о том, что HRD-статус это действительно хороший предиктивный маркер Его нужно использовать И мы в своей практике уже начали такое тестирование Для того, чтобы сделать его, нужно направить гистологический материал с опухолевыми клетками Там должно быть не менее 30% опухолевых клеток Вместе с блоками обязательно должно быть текло, чтобы можно было оценить количество опухолевых клеток Не должно быть лечебного патоморфоза, потому что это очень изменяет реально статус геномной нестабильности в клетке И если выбирать между биопсийным или операционным, то лучше операционный, но там, где нет лечебного патоморфоза Потому что просто там его больше, и нам будет проще и правильнее сделать генетическое исследование Если опухоль или метастаз, лучше метастаз, но просто потому, что он более эволюционно древний То есть не древний, а новый, и это будет лучше отражать состояние пациента на данный момент Мы делаем это тестирование в рамках исследования ГАЛО Это пациентки с первично выявленным ракомоечником Методом тестирования является АМОЭШРД-тест Пациентки могут включаться в это тестирование либо в тех центрах, в которых такое исследование проводится Либо с помощью компании Астрозенека, которые будут помогать включать этих пациенток в тестирование В это исследование ГАЛО и, соответственно, в тестирование АШРД При помощи договоров с другими центрами Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...